От Никольской церкви до часовни святой великомученицы Татьяны. Несмотря на стужу, этот крестный ход по сравнению с прошлыми годами участников не оскуднел. Священнослужителей, студентов, преподавателей и просто всех желающих согревало праздничное настроение и горячий чай. В честь Дня российского студенчества по традиции прошел и молебен. Святая мученица Татьяна. Мы в будущее шагаем и делаем мир светлей. Мы первый вуз на Алтае. В холле поют, в актовом зале проводят аукцион. От громких гуляний в Татьянин день из-за продолжающейся пандемии в педуниверситете отказались. Студенты придумали другую забаву, менее шумную, но озорную и с финансовым уклоном. Ребята меняли заработанные ранее биткоины собственную валюту вуза на ценные призы. Экзамен кафедры информационных технологий. Начальная ставка 400 биткоинов. Сложные экзамены, катание на коньках с преподавателями. И с ними же кофе-брейк. Стартовая цена лота – 250 биткоинов. Но за возможность провести время с любимым преподавателем в неформальной обстановке студенты готовы отдать всю валюту. На самом деле студенческое время – это такое, знаете, озорное, когда ночами не спишь, готовишься. И мы подумали, почему бы студентов, которые активно проявляют себя в жизни вуза, не отблагодарить. И наши педагоги, наши преподаватели с удовольствием пошли к нам на встречу, поддержали нашу такую идею. Вот, например, сейчас мы слышим, что там за тысячу продают сюрпризы от деканов. Но скажите, когда еще мы можем вот так вот просто получить какой-то сюрприз или подарок от руководителя нашего факультета? Как праздновать будете? Чаем? Ну, пока что, да, чаем. Такой стол, собственно говоря, тоже приятно. Тем более, что бесплатно. Студентов денег не всегда много. Пока чаем или чуть позже? Нет, только на чай все остановится. Завтра у нас... Разгульно отмечать свой праздник его виновники не собираются. Они заверили нас завтра занятия. А значит, обойдутся чаем и сладкими пирогами. Для бедного студента, как говорят ребята, это уже неплохо. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова